ДИАЛОГИ О КУЛЬТУРЕ Авторская программа Людмилы Борзяк Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Режиссёр нашей программы Анна Тарасенкова. И сегодня у нас с вами разговор пойдёт о театре, о театре оперном, о его месте и роли в современном обществе, о празднике, которую зритель видит из зала, и о повседневной жизни театра, скрытой за занавесом, о традициях и новаторстве современной оперы и о людях, которые связали с оперным театром всю свою жизнь. И для начала музыкальное вступление. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня гость программы «Диалогия культуры» Дмитрий Александрович Сибирцев, директор, правильно я говорю, да, Дмитрий Александрович, директор театра «Новая опера». И позвольте, Дмитрий Александрович, здравствуйте. Добрый день. И позвольте мне сначала зачитать ваше досье, так, чтобы люди немножко, если что я неправильно скажу или прочитаю, вы меня поправите. Да, и так это растиражировано по интернету. Позвольте мне себе это вот так вот, как это, да, теперь позвольте вам это позволить. Итак, Дмитрий Александрович Сибирцев, продолжатель славной династии музыкантов, дед Александр Сергеевич Зуев, первый баян краснознаменного ансамбля «Песни и пляски имени Александрова», отец Сибирцев Александр Сергеевич, известный певец, народный артист России, ведущий солист и директор Самарского академического театра оперы и балета. Это я с 92 по 2001 год, правильно я говорю, да? Правильно. Ну, а сам наш гость Дмитрий Александрович Сибирцев, постоянный участник многих музыкальных и оперных фестивалей в России, более чем на 10 всероссийских международных конкурсов был удостоен дипломов в номинации «Лучший концертмейстер», автор идеи, организатор и художественный руководитель оперного фестиваля «Басы XXI века» 98 года, фестивали «Камерные вокальные музыки, вокальные перекрестки». С 2002 по 206 был музыкальным руководителем проектов фонда Ирины Константиновны Архиповой, членом жюри международного конкурса вокалистов имени Глинки, открытого всероссийского конкурса молодых исполнителей «Солнце светит всем», гастролировал более чем в 150 городах России, ну и огромное количество городов за рубежом, и является с 2006 года художественным руководителем и продюсером арт-проекта «Тенора XXI века», в программах которого выступает, или вы сам сказали, что выступал, или выступает, выступает как пианист, да. Но с 2012 года он директор Московского театра «Новая опера» имени Евгения Владимировича Колобова. Я не буду уже перечислять те постановки, которые были за ваше, как лучше сказать, директорство, да, здесь поставлены на сцене театра, и ваши все награды тоже не буду перечислять, потому что их много. В общем, вот такое кратенькое, скажем так, досье, такой послушной список. Напоминаю, не считая многочисленных наград. Дмитрий Александрович, вы нередко даете интервью и в прессе, и на телевидении, и радио. И давайте вот сейчас сначала, прямо как говорится, с местных карьер, как Гамлет говорил, давайте что-нибудь за что-нибудь возьмемся, какой-нибудь за какой страстный монолог он какой-нибудь. Так вот, я из одного из ваших интервью взяла вопрос вашего поклонника или не знаю. Я не могу слушать оперу и вообще оркестровые концерты. Мне становится скучно, это нормально, или я просто недалекий человек без музыкальной утонченной культуры. Пожалуйста, страстный монолог. Ну, вообще ведь все, что в нашей жизни происходит, это из нашего детства. Если человека, к сожалению, не приучили к тому, чтобы слушать классическую музыку, и в том числе и оперную музыку, то его знакомство с этим искусством может тогда уже быть только случайным, спонтанным, если он сам попал, допустим, в концертный зал и попал обязательно на какое-то очень серьезное, с эмоциональной точки зрения, исполнение. И тогда вот так переворачивается жизнь многих артистов. Я в свое время в Екатеринбурге вел передачу, совместную передачу о великих вокалистах мира с одним замечательным юношей, который никакого отношения не имел к музыке. Он не был, не учился в музыкальной школе. Но просто в какой-то момент он услышал запись Хосе Каререса и стал, молодого Хосе Каререса, и стал его поклонником, начал искать везде записи, потом перерыл все возможные факты его биографии. И вот предложил мне, чтобы я где-то, может быть, немножко поправлял его с чисто профессиональной точки зрения, вести совместные передачи. Он стал фанатиком оперы. Вначале был фанатиком Каререса, потом стал ходить в оперный театр. Повторяю, никакого музыкального образования. Есть люди, которые становятся даже профессиональными музыкантами, например, певцами, тоже не заканчивая музыкальной школы. То есть у человека образовался голос, кто-то ему сказал, что это есть, и он услышал, как кто-то поет. То есть у нас самое главное, чтобы у нас было сильное какое-то впечатление вот такое. Лучше бы, чтобы оно было раньше, чтобы оно было в детстве, после чего идет потом все-таки, наверное, какая-то музыкальная школа. Потому что, на мой взгляд, в той или иной мере ребенку надо заниматься музыкой или живописью, вообще каким-то видом искусства, не обязательно став профессиональным музыкантом. Просто для развития гармоничного, личностного, тем более, что занятия музыкой и какими-то видами искусства, они все-таки развивают индивидуальность. И это очень важно, потому что нет ничего более ценного, на мой взгляд, чем, например, в искусстве, чем действительно личность, значение личности здесь. Потому что очень трудно бывает, когда мы имеем дело, как это очень часто принято в воспитании детей, чтобы все как-то было усреднено. Я всегда настаиваю на том, что надо вытаскивать из любого человека его индивидуальность. Мы должны понимать, что даже самый маленький человек — это уже особенное, это нечто особенное такое. И нельзя его загонять в какие-то рамки, нужно обязательно как-то искать вот то, что ему интересно. Если это музыка, это замечательно. Другое дело, что мы же не знаем, человек, который задал вопрос, он говорит только про... Он здесь, например, говорит про классику, может быть, он вообще музыку не может слышать. Понимаете? Это всё, что нас окружает. Мы ездим в такси, мы слушаем определённого уровня музыку у таксистов. Мы... Да, редко, когда нам... Фон такой. Да, фон редко. Мы почему-то, если мы смотрим какие-то концерты, в том числе даже направленные на красивое песенное творчество, их порой поют люди, которые, в общем-то, мало имеют отношения к традициям исполнения этих песен. Мне всегда бывает, например, очень жалко наших ветеранов, которые смотрят концерты, посвящённые Дню Победы, и всё, что там происходит, ну, это просто грустно. Грустно, да? Вот. Дмитрий Александрович, ну, вот этот человек, который задал вопрос такой вот, с чего мы, собственно говоря, начали. Кстати, друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Александрович Сибирцев, директор театра «Новая опера». И вы можете задавать ему вопросы и вообще участвовать в этом разговоре. Телефон наш 8 800 222 9992. 8 800 222 9992. Ну, вот слушать оперу, слушать музыку, это, ну, как мне кажется, вот надо потрудиться. Вот человек задаёт вопрос, я вот не был знакомый или не хотел, надо, наверное, себе, так сказать, такую какую-то задачу поставить, а вот я, наверное, должен чуть-чуть потрудиться, чтобы это понять или нет? Музыка — это труд тоже. Музыка — это, безусловно, труд, но у нас есть огромное количество возможностей прийти даже к классической музыке через более лёгкие жанры. Ведь во многих художественных фильмах, во многих мультипликационных фильмах так или иначе используется совершенно потрясающая классическая музыка. Может быть, в разной обработке. Но что ведь эффект узнавания для любого человека очень важно, чтобы он знал ту или иную мелодию, чтобы, выходя, например, из оперного театра, он мог эту мелодию насвистывать. Кстати говоря, вспомните, что поют, например, в Англии футбольные болельщики, они поют песенку «Герцога». А да, они поют песенку «Герцога», потому что это узнаваемо. Вот, например, у меня недавно был опыт такой даже с моей маленькой дочкой, она смотрела мультфильм про Незнайку, она говорит, ой, а я вот это знаю, это была пляска мертвецов Сенсанса. Сенсанса, да, она была абсолютно по-другому стилизована, но она знает эту музыку. Конечно, конечно, да. «Щелкунчик». В мультфильме звучит музыка Чайковского, совершенно потрясающая просто. И сразу, значит, если она идёт на балет, она видит... Нам надо обязательно поймать тот самый момент, и тогда классика будет нами любима. Вы замечательно сейчас вот сделали замечание, но я должна тоже вот то, о чём мы с вами говорили до того, до нашей программы. К сожалению, наши мультфильмы с прекрасной музыкой, даже с музыкой римского-корского, вот «Снегурочка», да, там практически она вся используется. Они идут после 12 ночи, а до этого идёт, ну, вот такой вот поделки такие. Может быть, я наталкиваюсь на такое, но я прихожу поздно, я включаю телевизор и вижу наши прекрасные мультфильмы, вспоминаю. У нас есть даже два звонка. Пожалуйста, Раиса Петровна, нам звоните с Костромы. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Спасибо. Да, пожалуйста. Только выключите, пожалуйста, радио, потому что... Здравствуйте. Моя любимая программа. Людмила, отчество, извините. Какая радость. И вашему гостю тоже. И Дмитрий Александрович Сибирцев. Выключите, пожалуйста, Раис Петровна, выключите радио, потому что вам будет очень трудно задавать вопрос. Вот, сейчас хорошо. В общем, я согласна с вашими первыми фразами о том, что любовь к опере с детства. Вот я родилась в небольшом городе Дальнего Востока, и у нас... Давно-давно. И у нас мир... Окно в мир — это радио. И по радио я, начиная с детства, слышала оперетту, оперу и так далее. И, конечно, это вот у меня так и осталось на всю жизнь. И повезло мне... Вот я сейчас в Костроме живу, а был отрезок моей жизни в Ленинграде. И вот в те годы, это были 60-е, 70-е годы, я... Ну, мы с мужем, естественно, любители оперы. Я еще раз повторяю, это именно вот много-много слушала я, и поэтому моим любимым местом — это Кировский театр. Мне очень повезло. Ну и балет, естественно. Ну, вопрос сегодня об опере, и поэтому мне еще посчастливилось в Аиде слушать Георга Отца, и потом и Николая Геурова и так далее. То есть и сейчас я с удовольствием делико на оперу. Это вот все, что идет, это культура, канал — это мой любимый. Я постоянно в нем. Ну, Твитя замечательно, как... Прекрасно, прямода целая, да? Нет, действительно, потому что, ну, слава богу, что ведь очень много было хорошего и в 60-е, и в 50-е, и в 70-е годы, когда целые каналы были посвящены классике. Я всегда привожу в пример замечательную историю, связанную с органными концертами в Москве, когда был сделан абонемент органных концертов, и на первый абонемент народу в зале не было совершенно, вот, и волей правительства было сделано так, чтобы органные концерты транслировались по центральному телевидению. И на следующий год залы были битком наполнены. Понимаете, вот в этой, как говорится, идеологии не было ничего плохого, потому что я сам посетил эти концерты, я впервые открыл для себя инструмент орган. Это было очень-очень здорово. И примеры были замечательные. Вот послушайте сейчас, Николай Геуров, Георг Уотс. Да, вот если называют, который Раис Петром, да. Да, конечно, первое впечатление, но, понимаете, я тоже, слава богу, успел застать совершенно фантастических музыкантов. На всех своих кумиров детства мне удалось попасть на их живые концерты. Это и Гильц, и Рихтер, и Моровинский. С Моровинским это вообще была уникальная совершенно история. Горовиц. А с Моровинским была уникальная история, потому что он выступал в Москве зимой. Зимой, помните, это, наверное, знаменитый концерт. Как такими руками можно было играть? Я учился в Мерзляковском училище, и до зала консерватории нужно было пробежать там 15, ну, там, 10 минут. Но был мороз 20 или 25-градусный, но у нас же не было билетов, нас туда просто так не пускали. И я оставлял пальто в Мерзляковке, и в одной рубашечке бежал до консерватории, и вот такой раскрасневшийся продирался через этих тетушек-контролеров, которые смотрели на меня. А где ваш билет? Я говорю, ну как же, ну вы посмотрите, я же только на секунду вышел, а он у товарища там наверху. И вот так мы продирались на эти концерты. На мой взгляд, это великое время, которое просто нас учило получать как можно больше, впитывать как губка вот эта хорошая. Как это мне знакомо, как вы сейчас говорите, я вспоминаю тоже эти походы и пролезания, и кто-то в консерваторической буфете, в очереди фантастика. А очереди в подземном переходе на Калининском проспекте Большой театр, да? Вы знаете, это сказка была. Кстати, вы знаете, я ведь застала эпоху чёрно-белого телевидения, и трансляции из Большого театра были, ну как можно сказать, привычными. И я помню, как говорили там, диктор говорил, зал Большого театра будет включён без дополнительного объявления, и говорили что-то о свете, потому что освещение, естественно, для телевидения было слабоватое, а тогда ещё это не выстраивалось так, как теперь телевизионные трансляции. Но это было обычно и нормально, и радио тоже транслировало оперы, не боясь, что они длинные. Как-то, вы знаете, мы на этом воспитались, но вот у нас с вами ещё звонки есть. Маргарита Александровна из Липецка, вы здесь, да? Да, пожалуйста, здравствуйте, пожалуйста, мы слушаем вас. Можно говорить? Да, да, да. Здравствуйте ещё раз. Ещё раз. Так, значит, я родилась до войны в Ленинграде, мне посчастливилось. Вот, значит, первое знакомство с музыкой, правда не оперой, а балетом, это я слушала в 46-м году, когда мне было 9 лет, мама повела мне, значит, это был Хилкунчик. Вы знаете, такое впечатление, вот на всю жизнь, даже когда звучит эта музыка, я до сих пор представляю всё, что творилось на сцене. Дальше, значит, я жила, потом, значит, получилось так, что я жила в небольшом городке, город Вольск, Саратовской области. И там, значит, Саратов, там приезжали, продавали нам школьникам абонементы. Так, они раз в месяц приезжали, рассказывали об операх, о композиторах, и, значит, лучшие голоса исполняли арии, которые были нам доступны, которые нам нравились. Вы понимаете, потом, значит, немножечко я училась в нашей первой институте, безусловно, покупала большой театр билет, потом голодала, но неважно. Вы знаете, вы просто, вот именно моя боль какая. Как молодёжь может полюбить эту музыку прекрасную? Ведь сейчас иногда стали по радиопередаче вести о композиторах, там изюминки арии передают. А ведь, а в основном-то музыка с 90-х годов бум-бум, которая меня тоже раздражает, наверное, как и вас. Поэтому у меня до сих пор очень много пластинок опер. Я больше всего, конечно, сейчас люблю оперу, ну и классическую музыку, конечно, и Петховина, и Чайковского, но Чайковского все равно. Так вот я о чём хочу всё время сказать. Надо детям не навязывать, они должны слышать эту прекрасную музыку. У меня вот даже дочки говорят, мам, ну как, что за игра, откуда ты всё это знаешь? Я говорю, вот оттуда. Меня это тянуло. Первый раз, значит, я полюбила как музыку, потом меня к этому тянуло. Ну вот мой внук, он сейчас в Москве, в Москве, кстати, на первом курсе учится, так вот он тоже в наушники вставляет себе именно классическую музыку. Вот он знает, значит, что очень умный сонат, но вторую часть. И почему-то нигде её не продают, только первую. А мне можно... Знаете, первую легче сыграть. Чем-то квазимовой фантазии, да? С технической точки зрения, да. Даже можно в четыре руки её играть, мы так с братом делали. Он и голбасовывает партия вверх. Вы знаете, да, вот приятно это слышно, это говорят представители, конечно, совсем старшего поколения, которые могут передать всё это. Ну, знаете, я вам скажу, как директор театра, я наблюдаю очень хорошую сейчас динамику у нас в театре, что у нас стало гораздо больше молодёжи ходить в театр. И связано это, наверное, и с тем, что, может быть, некоторые постановки стали и визуально интереснее. И я думаю, что если бы они были бы слабыми с музыкальной точки зрения, это бы тоже было бы слышно, вот, но, к счастью, театр «Новая опера», он действительно славится своим музыкальным уровнем. Так было всегда, так было и все годы при Евгении Владимировичу Колобове. Да, и оркестры, и хор, да. Так было при замечательной Хэри-классе и сейчас при Ян Латем Кёниге, потому что наш главный дирижёр — это гарантия, конечно, высочайшего качества, это интеллект безусловный, совершенно сумасшедший. И я очень рад, что это такой ориентир, которому могут тянуться все остальные. И сейчас стало гораздо больше спектаклей, за которые нам, в общем-то, ну не то чтобы не стыдно, мы можем ими гордиться. И молодёжь на эти спектакли ходит, в частности, Ромео, Джульетта, Фауст, последние постановки, Соломея, Рихарда Штрауса. Это те постановки, в которые, ну, они действительно очень интересны, и тем, кто пришёл в театр смотреть, и тем, кто пришёл только слушать. У вас богатый репертуар. Вот действительно он такой, как бы сказать, не дублирует он репертуары других театров. Интересно здесь, конечно... А тут надо договариваться. Мы между директорами театров всё-таки установили некий всё-таки такой вариант общения, чтобы мы предупреждали друг друга о наших планах, чтобы не получилось так, что к столетию или к 150-летию со дня рождения того или иного композитора все театры поставили именно вот ту самую одну оперу. Вот сейчас такого нет, и это очень правильно. Мы уступаем и нашим коллегам из театра Станиславского, и из Геликона, и, естественно, из Большого театра... Первенство, да? Первенство, потому что мы всегда найдём то название, которое будет интересно публике, и которое будет отлично от других, вот от тех наших коллег. — Дмитрий Александрович, вот вы директор театра, а я сейчас вспоминаю, есть у незабвенного Герцена в «Сороке-Воровке» замечательная фраза, но, правда, там граф Каминский, конечно, лукавит, потому что он управляет труппой крепостных актёров. Вот, и он говорит, что легче армию управлять, чем труппой актёров. — У меня на столе стоит книга-дневники Телековского. Вот ничего не изменилось за это время абсолютно. И как, знаете, Юрий Петрович Любимов, который был инициатором, автором либретто одной из наших постановок «Школа жён», и недавно мы эту оперу повторили, как Мольер говорит, что за люди эти актёры, да и люди ли они вообще. То есть это безусловно, это очень трудно работать, руководить действительно труппой оперного театра, особенно имея такой вот богатейший опыт совместного выступления на сцене с половиной солистов этого театра, который вдруг потом, как оказалось, что этот человек теперь у них будет директором. — Я вас прерву, раз вы сами на эту тему сейчас вышли. Хочется музыке ещё послушать немножко чего-то хорошего, симпатичного, оперного. Так вот, я вспомню о вашей деятельности, которую вы сейчас где-то себе разрешаете, а где-то нет, вот такой вот вы своевольный человек. И вы потрясающий пианист, вы потрясающий концертмейстер. Я это говорю, я с вами не пела ни разу, но я слышала это от многих певцов и сама присутствовала на фестивалях на различных, и когда появлялся Сибирцев, садился за Аяль, мы знали, что вот с этой точки зрения всегда всё будет на самом высшем уровне. Давайте послушаем маленький фрагмент, маленький фрагмент из Фауста, это застольное, да, где вы аккомпанируете... — Это концерт в зале Слободкина, да, я помню. — Пожалуйста. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да, приехал из Красноярска, учился у одного педагога, у Екатерины Ёфель вместе с Дмитрием Хворостовским, вот, и как раз Саша тот человек, который вот действительно получил в руководстве театра того самого директора, с которым он когда-то, ну не только когда-то, а постоянно ещё и вот в теноровом проекте сосуществует вместе на сцене. И все думали, что вот таким моим друзьям, коллегам по сцене будет сейчас очень вольготно, легко житься. — Житься, да. — Да, но не всё было для многих из них так гладко, потому что, ну, во-первых, идут годы, есть какие-то вещи, которые не позволяют мне и как музыканту их не замечать, вот, и не у всех всё сложилось так, как им хочется, но, безусловно, появляются новые молодые артисты, замечательные, и мы, конечно же, обязаны тоже их как-то двигать вперёд, поднимать, поддерживать, вот. Но самой главной, в общем-то, заслугой, я считаю, что те люди, которые действительно отдают себя целиком театру, даже невзирая на некоторые изменения в своём и статусе, там, или качестве даже, то они приносят театру ту пользу, которую они в данный момент могут-могут приносить. — У нас ещё два звонка, это уже москвичи. Пожалуйста, Ирина, если вы дождались, пожалуйста, вы в эфире. — Здравствуйте, да-да-да. — Да, добрый день. — Добрый день. — Людмила Васильевна, Дмитрий Александрович, спасибо вам за ваше творчество, потому что я считаю, что то, что делает Людмила Васильевна, это тоже творчество. — Спасибо. — Для нас, для всех. — Спасибо. Вы знаете, я хочу сказать вот о чём. Да, конечно, в Москве несомненно больше площадок, несомненно больше средств донесения хорошей музыки, в частности классической, и тем не менее плохо используется. Я часто бываю в Сокольниках, на ВДНХ Орежье. Но у нас прекрасные площадки, прекрасные парки. Боже мой, что же там звучит? Это сплошь вот эта вот америказированная, европейская пообщательная. Её по-другому просто не назовёшь. Почему бы не использовать вот эти площадки нашего Министерства культуры? Для того же хотя бы, ну, раз в неделю сделать. Сейчас же и латерные шоу, какие-то голограммы. Всё можно сделать. Я понимаю, что англичане поют вверх, потому что у них своих оперы нет. Но у нас-то всего полно. Почему же мы это не пропагандируем? Почему мы на вот этих не приучаем? Ведь музыка должна звучать в городе нашем, как колокола. Она должна звучать. Пространство должно быть напоено хорошей музыкой. И вот этого очень хочется. Можно посвятить эти, боже мой, сколько в операх и полонезы, прекраснейшие вертюры, вальсы. Боже, и под них можно и на роликах кататься. Ну, пусть. Если кто-то не хочет, он всё равно наушники на голову наденет. Но вот это надо, мне кажется, продвинуть больше. Ну, вы знаете, мне кажется, что как раз замечание очень хорошее, но мне кажется, что в последние годы ситуация всё-таки немножко меняется. И наш театр по указанию нашего учредителя Департамента культуры города Москвы, который как раз следит за тем, чтобы и в московских парках, и в каких-то музеях звучало как можно больше классической музыки. Проводятся совершенно потрясающие акции, связанные именно с классикой. Мы выезжаем на открытые площадки. Это и Царицыно, это и Измайлова. Мы даже иногда, в общем-то, жертвуем какими-то, может быть, температурными даже вещами, потому что рамки вот этих открытых концертов и концертных исполнений опер, в которых мы участвуем, и больших-больших представлений, они, конечно же, расширяются. Это не только летнее время, это вот вплоть до нынешней, вот до осеннего времени, и бывает так, что вот, например, в Саду Эрмитаж в прошлом году во время ночи музыки было, ну, достаточно прохладно, но наши артисты выступали и пели, вот, и, конечно, просто хочется, я с чём ещё согласен, хочется, чтобы не только живое искусство, которое вот делается нами, нашими коллегами из Геликона, из Театра Станиславского, оркестрами замечательными. Вон сколько симфонический оркестр Москвы и Русской филармонии играет таких площадок на открытом воздухе. Хочется, чтобы не только вот такое живое, хочется, чтобы и из динамиков нам тоже всё-таки побольше доносилось, в общем-то, очень красивой и благостной для нашего уха музыки. Давайте ещё у нас два звонка, а времени остаётся мало. Сергей Александрович, посёлок Вознесенское, это под Москвой, да? Сергей Александрович, вы в эфире? Нет, под Питер, на берегу, под Петерзаводском. А, Петерзаводск, ну, тут у меня просто не указано. Посёлок Вознесенское, пожалуйста, вы в эфире. Вознесение есть. Вознесение, да? А тут написано Вознесенское. Может быть, недослышали или недослушали. Пожалуйста. Вознесение. Вознесение, да. На границе Вологодской, Карелии, Ленинградской области. Пожалуйста. Ну, да. Мы вас слушаем, да, Сергей Александрович. Нет, Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович? Да-да-да, я вас слушаю, да. Это Сергей Александрович Русалев, с вознесения. Я инвалид первой группы по зрению, но не вижу ничего слепого. Сами знаете, что для меня значит музыка, а тем более хорошая музыка. Так ведь, да? Конечно. Вот я хочу задать вопрос. Вот меня тут сейчас навязывает нам этот музык, Иисус Христор, суперзвезда. Как-то она мне не очень, не знаю, что такое, рекламирует, пропагандирует. Она мне не очень. Ну, вы знаете, дело в том, что реклама, это действительно, как сейчас говорят, двигатель прогресса. Очень часто у тех, кто занимается шоу-бизнесом, возможности рекламировать то, что делают они, достаточно более серьезными. Я всегда хотел бы, не соответствуя это с нашим театром, а вообще просто со всем классическим искусством, которое развивается у нас в стране, И мне, поверьте, в нашей стране не стало меньше талантливых детей, не стало меньше людей, которые способны прославлять нашу страну и за рубежом, и делать ее сильнее. Потому что наше искусство, тогда наш спорт делает нашу страну сильнее. Поэтому это надо поддерживать. И я обращаюсь, в общем-то, ко всем людям, которые способны поддерживать истинное классическое искусство. Помогайте, насколько это возможно. И тогда вот такие люди, которые живут и в таких поселках, и для которых музыка, классическая музыка является очень важным и, наверное, главенствующим в том, что они имеют возможность послушать, тогда эти люди будут просто жить лучше. Я хочу, чтобы люди, от которых зависит благополучие нашего искусства, это прекрасно понимали. И еще у нас один звонок. Если Андрей Владимирович Москвич дождался, пожалуйста, вы в эфире. Не получилось, наверное, да? Есть? Пожалуйста, Андрей Владимирович. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Людмила Васильевна, да? Да. Ну, во-первых, я Андрей Владимирович, я поэт, урожденный москвич. Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить Людмилу Васильевну за самую лучшую передачу на радио. Я с удовольствием слушаю ее. Я всегда стараюсь не пропустить. Это один вопрос. Потом у меня вопрос к ведущему. Когда можно, где можно услышать? Замечательно, замечательно. Вот это музыка настоящая. Это не нынешняя попца, которую противно слушать. Вот когда можно, где будет выступать? Послушайте. Да прийти в театр новой оперы просто. Москвич, конечно, может... Можно и прийти в театр новой оперы. И, слава богу, что спектакли и нашего театра, и наших коллег транслируются по радио. Сейчас все-таки есть такая отдушная, как канал «Культура». Да, с большой оперы, кстати. Безусловно, ну, большая опера — это все-таки шоу, шоу, такой конкурс. Но количество музыкальных фестивалей, количество оперных спектаклей, оно действительно очень велико. И мы всегда имеем право выбора. Вот даже совсем недавно кто-то мог пойти в Большой театр на Манон-Леско, кто-то мог пойти на фестиваль Василия Ладюка, кто-то мог прийти на эстонского Фауста в Геликон. Это все было практически в один день. Это замечательно, что все-таки мы развиваемся. Безусловно, никто не дремлет. И, конечно, и искусство эстрадное, или, как сейчас принято говорить, попсовое, оно тоже по-своему развивается. Нельзя говорить, что там нет ничего хорошего. Но мы делаем все возможное для того, чтобы в домах наших граждан, наших друзей звучала хорошая музыка. Мы отдаем этому даже иногда больше, чем 24 часа в сутки. И мы надеемся, что если вы придете в театр, в оперный, в концертный зал, вы получите то удовольствие, которое навсегда вас привяжет к этому месту, к этому залу, к этому театру. И мы все будем просто лучше, потому что классика действительно нас делает лучше. И, как сказала, вот я не зря упомянула о проекте «Большая опера», там среди жюри я увидела свою замечательную, как бы сказать, друга. И певица Марина Мещерякова сейчас вот она сказала, понимаете, опера преображает. А чем хороший этот проект? Тем, что это, по сути, может быть, вот через такое шоу даже входить в эту самую оперу большую можно. И, вы знаете, Дмитрий Александрович, мне захочется поблагодарить вас. Здесь вам большой поклон за то, что вы сегодня пришли. Наконец мы с вами встретились в эфире. С удовольствием пойду на вашу фауста. Хочется мне эту оперу послушать. Много они написаны, я, правда, критику не читаю, потому что иной раз через критики, критиканские эти слова приходится продираться как-то чаще через этот такой интеллектуализм, скажем так. И хочу закончить я словами критик, которую вы, тем не менее, любите очень Михаила Магенштейна. Он служит у нас в театре. И вот он очень хорошо как-то написал или сказал, что опера — это капризная дама, за которой надо ухаживать и в которую надо быть беззаветно влюблённым и, желательно, не безответно. Спасибо вам огромное. — Подписываюсь. — Под каждым. Всего вам доброго. Ждём вас ещё. — Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выслушали авторскую программу Людмилы Борзяк «Диалоги о культуре». Субтитры создавал DimaTorzok